Девушки отдыхают Я говорю тебе, что это дело рук банды Как ты не понимаешь? Они бы и у тебя могли отнять ребенка Ильяс, я собственными глазами видела тебя, собственными глазами Ты болтал с девушками, ничего не замечая вокруг Если бы я не пришла еще 3-5 часов, тебе бы не пришло в голову посмотреть на сына, обратить на него внимание Ты права, Асия Права, я никудышный отец Дочка, не трогай, я все уберу Оставь Прости, Асия Но ты не права Это было заранее и тщательно спланированное похищение со злым умыслом Они даже господина Джимшита огрели чем-то по голове и возле клиники Не обижайся, но ты не справедлива к Ильясу Хорошо, он совершил много ошибок Но на этот раз он прав Они и у тебя могли бы выкрасть Мимо Асия Я сейчас поеду в участок И выясню в подробностях, что было на самом деле А ты постарайся одуматься Успокойся, дочка Адвокат в кабинете Приехала сюда в спешке Ничего подозрительного не делала Погоди, кажется, за этим стоит кто-то другой Так нам продолжать? Продолжайте, пока не найдется ребенок Я подам на вас в суд Что за людей вы нанимаете на работу? Даже не смогли позаботиться о женщине с психическими отклонениями Она опасна для себя, опасна для общества Она душевнобольная Я понимаю ваш гнев, но успокойтесь Как тут успокоиться? Цуна Ильяс Все в порядке, госпожа Цуна? Да, нет проблем С вами я отдельно разберусь Я тебе уже говорил, что нельзя недооценивать Хелин Она способна на все Но на этот раз она перешла все границы, господин Джимшит Благодаря тебе На этот раз ей не удастся улизнуть от нас Вот увидишь Комиссар рассказал, что ты сделал Молодец Ты, зять, крепкий орешек Я всегда и всем говорю Мозг у него работает, как часы Видела, что он сделал? Поехал в больницу и закинул медбрату приманку Ты сущий дьявол Тебе сделали снимок головы? Тебя ведь сильно ударили Вдруг что-то не так Спасибо, все нормально Вы проходите в кабинет Он видел тебя в больнице Как бы ни возникли проблемы Он, он Это он пригнал машину Вот как? Отлично Пройдем в кабинет комиссара Ладно, идемте Приехал Госпожа, я готов Можете выходить, когда пожелаете Хорошо Подожди внизу Я сейчас спущусь Мне пора идти, Усманчик Что это значит? Что значит, можете выходить, когда пожелаете? Он же телохранитель Я поеду по магазинам Парень приехал, сообщил об этом Со стороны выглядит так, как будто английская королева собралась по магазинам Обижаешь, Усман? Я и есть королева Что во мне не так? Верно, верно В тебе все так И даже в избытке Что в тебе может быть не так? Мечтаешь стать похожей на членов королевской семьи? Они тоже очень любят путаться с телохранителями Я от тебя другого и не ожидал Что ты там бормочешь себе под нос? Я не поняла Чего ты не ожидал? Ничего я не бормочу Зла не хватает Все последние слова позабыл Что бы ты ни сделала, я ничего не говорю Я говорю, если у вас нет других приказаний для вашего раба Если нет других желаний, то раб пойдет зарабатывать деньги Сумасшедший Ревнует у меня к телохранителю Подозреваемого с сыном мы забрали из дома, комиссар Когда сын оказал сопротивление, мы его задержали Хорошо, это очень кстати Это сын подозреваемого, который подогнал к клинике машину Используемую Хелинзи за иглу при побеге Господин Джимшит только что опознал его Сын с отцом организовали банду Значит, это он ударил меня сзади по голове Сейчас узнаем, допросим их Идем, я угощу вас кофе Ты неважно выглядишь Хорошо, я действительно плохо соображаю из-за успокоительных Осия, пора пить лекарства Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Ильяс ошибается Никто не может отнять у меня ребенка И сбежать куда-либо, если только не убьет меня А он? Он оставил ребенка в коляске Повернулся к девушкам И два часа точил лясы Осия В тяжелые моменты нужно быть сильным Потому в такие моменты человеческие отношения Проходят экзамен Понимаешь, о чем я? Но я, по-вашему, не прошла этот экзамен, да? Я сто раз сказала Не связывайся с этой женщиной Держись от нее подальше Наш брак был разрушен только поэтому Но он снова поступил по-своему И теперь я оказалась виновата в этом Она пошла и похитила моего ребенка И я же виновата в этом, тетя Это я не сдала экзамен Госпожа Гюнер Вы не знаете, что они натерпелись от этой женщины Осия, как женщина, почувствовала Увидела, что эта женщина может навредить им Она с самого начала многократно предупреждала Ильяса Они что только не пережили А Ильяс что? Заткнул уши И как маленький ребенок пошел напереку России Видишь? И вот результат Надеюсь, Мимо не придется расплачиваться за все это Твой, наконец, заснул Увидел маму и успокоился, конечно У тебя очаровательный сынок Вылитый ты Блондинчик Садись А почему вы расстались? Что случилось? Он изменил мне Он любит другую Жаль Очень сожалею А ты не смогла доказать измену? Как суд мог присудить право опеки такому человеку? Не смогла, няня Ладно, забудь Самое главное, что мы с сыном вместе Акиф снимет нам тут хороший дом И мы будем жить все вместе долго и счастливо Никто нас здесь не найдет Няня Крепко держи язык за зубами Если он прознает, то заберет у меня ребенка А я не вынесу этого и покончу с собой Тебе ли не знать, как я по гроб жизни обязана тебе? Я прекрасно знаю, что значит жить в разлуке с ребенком Ты вернула мне сына Если бы не ты, мой сыночек Сами гнил бы в тюрьме Мама, перестань называть меня Сами Акиф, Акиф Так хорошо Когда мы купили дом, тут было пустынно А теперь все цветет Ты превратила его в рай Посадила прекрасные розы Это и твой дом тоже Можешь жить здесь, сколько пожелаешь Тебе не нужно искать другой дом Ясно? После мамы ты стала моей единственной опорой, няня После стольких лет Мне впервые так спокойно Со мной случилось столько всего плохого Лучше бы я никогда не взрослела Если бы Если бы все было как прежде Не переживай, деточка Не переживай Ты все равно моя маленькая девочка Не плачь Я спрячу тебя в этом доме Уберегу Защищу Тебя не найдут здесь Ясно? Няня Клинус Послушай, Сюна Это наш ребенок Ты хороший человек Помоги мне, пожалуйста Если ты знаешь, где она, скажи Даю слово, я не впутаю тебя Если бы я могла найти Хелин Я бы собственноручно Порвала бы ее на части Если бы я знала, где она Неужели бы я не сказала тебе? Неужели скрыла бы? У нее столько денег, о которых я даже не знаю Она все это время столько раз обманывала меня То у нее рак То она потеряла память И еще неизвестно что Хорошо, но кто тогда помогает этой женщине? Я не знаю Но я сделаю все, что в моих силах Обещаю Мы найдем ее Я сам виноват Когда на Фелис напали Я послушал тебя И не пожаловался Теперь попробуй исправить это Пожалуйста Кто знает, что это чокнутое Делает с моим сыном Поправляйся, Джимшит Спасибо Благодарю Новости обнадеживающие? Похоже на то Посмотрим, что нам даст допрос Дядя Джимшит Наше терпение лопнуло Сегодня должно что-то проясниться И оно прояснится Здравствуй, милая Кошмар Ассия с Илья Сама опять поссорились Очень сильно Настроениях уже некуда Я ушла оттуда Конечно Оба сейчас не ведут, что делают Нашелся бы Благополучно Мимо И все трудности будут забыты Они снова станут Единым целым Сожалею, господин Джимшит Не хватало вам только зря Получить ранения Салиха, почему зря? Дядя Джимшит выяснил, что Эта Хелин организовала Похищение В комнате допроса Сидит медбрат Что еще нужно? А что в этом такого? Если бы вы меня спросили Я бы так и сказала И так было ясно, что это Сделала Хелин В чем твоя проблема, Салиха? Расскажи, мы будем знать Какие у меня могут быть проблемы Это скорее вы создаете проблемы Зла не хватает Я немного прогуляюсь Салиха Этим утром у тебя на самом деле Нервы на пределе Успокойся Салиха, если хочешь Я принесу тебе травяной чай Отличная идея Хорошо Бесит меня Человек пришел И напрямую заявил тебе Что он похитит ребенка По указанию Хелин Почему ты не позвонил в полицию? А зачем это надо? Я не хотел создавать себе проблемы К тому же мужчина Странно себя вел Я даже не понял Что он сказал Жаловаться на сумасшедшую? Охранник Хюсейн сказал Что в момент Когда женщина сбежала из клиники Ты отвлекал его разговорами На камерах Это прекрасно видно Я постоянно разговариваю с Хюсейном Он мой соотечественник Разговаривает с ним преступление Господин полицейский Твой сын подогнал к зданию клиники машину На которой сбежал Ахелин Что ты на это скажешь? Да что он скажет? Будто ему есть что сказать Скажет, что это не его сын Сколько раз вам говорит комиссар Я вчера не выходил из дома Я смотрел телевизор А кто-нибудь подтвердить твои слова Сможет? Нет, я был один А папа дежурил в клинике Зафер Послушай, братишка Я сейчас скажу О чем ты думаешь Ты думаешь Зачем мне сидеть за решеткой Минимум два года ради женщины Которую я не знаю И даже лица ее не видел Правда? Я никакого преступления не совершал Так я об этом и говорю, братишка Об этом я и толкую Ты взял машину И подогнал ее ко входу в клинику Тут нет ничего такого Правда? А потом пошел И огрел поленом по голове Какого-то типа Ну и ладно Мы пойдем попросим Чтобы этот тип Забрал жалобу на тебя И с этим не будет проблем Но когда Дело касается похищения ребенка Ситуация принимает совсем другой оборот Она очень осложняется Очень Какое похищение ребенка? Я не видел никакого ребенка А ты... Слушай Тебе не обязательно похищать его, братишка Достаточно оказать в этом содействие Достаточно удерживать ребенка С применением насильственных действий Это тяжело наказуемо Сядешь минимум на 5-10 лет А еще припаяют групповые преступления Чего только не припаяют, поверь мне Я тебе еще долго могу перечислять Но у меня нет времени, дорогой братишка Пойми, нет времени Времени нет А сейчас ты мне подробно расскажешь Все Все, что знаешь Хорошо? А потом мы поедем И найдем ребенка Он еще маленький Еще ребенок Этот ребенок мой племянник Ты знаешь об этом? Его мама Лежит в больнице с больным сердцем Запомни Запомни Если с ним что-нибудь случится Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Зафер, остынь Зафер Ты знаешь, что я тебе сделаю? Я прибью тебя Перестань, Арда Хороший парень Дадим ему еще один шанс Если я помогу вам Вы можете гарантировать Что у меня и у папы Не будет проблем? Ладно Ты сначала Все нам расскажи А там уже посмотрим Конечно, я уверен, госпожа Суна Я даже после отмены опеки Сказал госпожа Хелин Что нужно изменить данные По личному счету Она сказала Оставим так По счету госпожи Хелин Не было никаких Подозрительных движений денег Я сделал выписку За три последних месяца Если вы захотите посмотреть Ясно Большое спасибо, Толга У меня к тебе просьба Не сообщать об этом Совету директоров И все оставить в секрете Конечно, госпожа Суна Если больше нет вопросов То я пойду Нет, благодарю Это значит, что госпожа Хелин Заранее подстраховала Каждый свой шаг Я не знаю, Ильяс Не знаю Но я тебя предупреждала У нее есть масса счетов Которым у нас нет доступа А еще у нее есть масса людей Ладно, поехали Может, допрос дал результаты В чем я сомневаюсь Медбрат Туран говорил о человеке Который передал Хелин деньги И сотовый телефон Этот человек скрывал свое лицо Туран сказал Он всегда говорил Со мной в темноте Прикрывая лицо и глаза капюшоном Машину, на которой скрылась Хелин Мы нашли в Банерма Она краденая То есть, кроме этого У нас нет других сведений Как мы и подозревали Она не могла провернуть Все эти дела в одиночку Не прибегая к чьей-либо помощи С ней рядом должен был быть Очень близкий Очень надежный человек Суна Биркан Суна Биркан очень близка Хелин Она знает обо всех делах Хелин Она постоянно находилась поблизости Пока Хелин лежала в больнице Не может быть Суна не в первый раз выгораживает Хелин Когда Филис пытались похитить Разве она не говорила Что не стоит сообщать в полицию Иначе она все будет отрицать Да, но Что но? Зафер, ты бредишь Суна не такая Джамшит, как ты можешь быть настолько уверен? К тому же, почему вы так разволновались? Почему вы защищаете эту женщину? Я никак не могу понять Зафер, сынок, не кипятись Стой, вы зря спорите Лучше допросите женщину Вместо того, чтобы дискутировать Допросите и дело с концом Если бы этот безответственный Ильяс В свое время Не потакал так этой ужасной женщине Если бы сразу дал ей отворот-поворот С нами бы сегодня этого не случилось бы Ильяс ни в чем не виноват, мама Дело не в том, потакал он ей или нет Женщина больная Безумно влюбленного Никто не сможет остановить Ничто не может остановить Я прекрасно понимаю эту женщину Куда подевался твой отец, ради Аллаха? Кажется, пришел Сиди, я открою Здравствуй, дорогой Что это? Деньги для выкупа Чтобы были наготове на случай Если похитители ребенка потребуют выкуп Чтобы никто не влезал в долги Выкуп? Как много тут денег Какая здесь сумма? Они фальшивые? Я напряжен Не напрягайте меня больше по этому поводу Если понадобится больше денег, позвоните Скажите, и я привезу А сейчас я поехал Я буду спать до тех пор, пока не найдется Мимо А как только он найдется, звоните Я встану Мне невыносимо это напряжение Любимый, не напрягайся Не нужно, милый Я поеду Буду спать Спасибо Мы с госпожой Суной изучили счета Хелин Ничего подозрительного не обнаружили Переводы или снятие большой суммы денег не было Они приняли соответствующие меры, чтобы этого не случилось Госпожа Суна, если бы вы знали что-то Вы бы не стали скрывать от нас, правда? Насколько я понимаю, вы меня подозреваете? Это абсолютно естественно, что мы обращаемся к вам за сведениями Как к самому близкому человеку госпожи Хелин Я, конечно, понимаю Я готова сделать все, что в моих силах Касан Господин Ильяс Прошу вас, давайте выйдем Начнем с истории нападения на госпожу Фелис Вы стали свидетелем телефонного разговора Да Зафер идет Как дела? Малыш нашелся? Нет К сожалению, не нашелся И от медбрата мы ничего не добились Он не в курсе Ильяс с Суной просмотрели банковские счета Хелин По ним не было никаких движений Мы даже нашли машину, на которой сбежала Хелин И застряли на этом Единственное, что мы знаем, что это Дело рук Хелин И это Наверняка Чтоб ей пусто было Мы раньше знали, что Хелин совершала злодеяние Но ничего не могли раскрыть Она очень умная женщина Мы никогда не найдем Мимо Зачем ей оставаться здесь С такими-то связями Женщина уже давно сбежала за границу Вот чего нужно бояться Тогда все будет кончено Ребята, перестаньте так говорить Вы доведете меня до инфаркта Перестаньте Нет, нет, нет Не беспокойтесь Этим утром для нее были закрыты все границы Предупреждены все От пограничников, жандармов и береговой охраны До сотрудников аэропортов По крайней мере, Мимо не у продавцов детьми Посмотрим на ситуацию с оптимистичной стороны Разве Хелин не нужен Ильяс? Нужен Она же не намерена причинять ребенку вред Чтобы вернуть Ильяса Мамочка Ну, у тебя и логика А что делать, дочка? Субтитры создавал DimaTorzok Есть новости Асия Здравствуй Хочешь есть? Ильяс Тогда поедем в кафе Асия как раз пришла Мы в кафе неподалеку Зять тоже там Джем Салиха Умер Все там Нет никакого смысла ждать здесь Я поеду домой Вставай, Асия Пойдем Зять чуть не поймал Хелин Представляешь? Это он раскрыл то, что Хелин причастна к похищению Он заподозрил Хелин и начал следить за клиникой В которой она лежала Но в тот момент один из ее сообщников Ударил зятя чем-то по голове И зять потерял сознание Несмотря на это он приехал в участок И сообщил новости Знала бы ты, что было с ним после исчезновения Мимо Ему полегчает от встречи с тобой И тебе тоже Что вы делаете? Папа Ты напугал меня Святые небеса и угодники Кто же подкрадывается так тихо и незаметно, Бахатин? И это вы называете тихо? Я открыл дверь ключами Потом с треском закрыл ее А вы даже не услышали Что вы здесь делаете? Что это? Что лежит в этом чемодане? Деньги, папа Мой муж принес Для выкупа За Мимо потребовали выкуп? Когда? Почему я не в курсе? Что происходит? Да не потребовали Не надо паниковать Тише Это господин Фырат принес 500 тысяч лир Мы посчитали На всякий случай Если что-то вдруг понадобится Ипек, спускайся вниз И включи горелку под супом Иди Папа проголодался Почему она постоянно называет его мужем? И не спрашивай Я не успела рассказать Не было возможности Похитили внука И я забыла Они пошли к Осману Посадили его перед собой И силой заставили его поженить их Что? Она идет Я прошу тебя, умоляю Не наседай на нее Потерпи немного, ладно? Мы что-нибудь придумаем Как только найдется Мехмед Хорошо Я прошу тебя Папочка Да Ты рассердился, что я вышла замуж без спроса? Ну, разве я могу на тебя сердиться, дочка? Будь счастлива Спасибо, папа Я позвоню Заферу И мы решим проблему с деньгами Пусть вызовет адвоката Или кого для этого нужно Пусть тот приедет И отдадим деньги Решим проблему Папа, не делай этого Он очень нервничает Из-за таких вещей Конечно, конечно Он опасен, опасен Бахатин Зафер Зафер, сынок, выслушай меня Ты скажи Ильясу Что если понадобятся деньги для выкупа То у нас дома лежит Сумма 500 тысяч лир Что? Вот это да, отец И ты тоже оказался темной лошадкой Где ты достал такие огромные деньги? Прекрати, глупая башка Откуда мне взять такие деньги? Как там его? Фарад Фарад, Фарад Этот маньяк пришел И оставил у нас чемодан полный денег Надеюсь, головой нет ничего серьезного? Нет, нет, ничего серьезного Мне сделали перевязку Это ни к чему не привело Мы никуда не продвинулись Ни на шаг Нужно найти этих девушек Они последние звенья в цепи Эта женщина наверняка и их убрала Знаете что? Возможно, что трупы этих девушек плавают в море Она организовала настоящую преступную организацию Не говори глупости, Омер Я очень соскучилась по сыну Я больше не могу Где эта женщина? Что она делает с Мехметом? Джан, сиди тихо и спокойно Джан, почему ты так ведешь себя, сынок? Ты не скучал по маме? Поцелуй меня Ребенок неделями меня не видит, конечно Не расстраивайся, он не забудет Когда-нибудь вспомнит Дети не забывают мамин запах Ну-ка, иди ко мне У тебя была подруга Сами говорил, что вы вместе работаете Суна, кажется Суна, она в порядке Она вышла замуж? Нет Она полностью погружена в работу Посмотри на меня Госпожа Хелин Идем Мама уложит ребенка А я налью тебе чего-нибудь выпить Было бы замечательно Отлично Идем Вот полоумный Даже его благие намерения Создают нам проблемы Мне больше делать нечего Как караулить его деньги Все здесь И валюта тоже Прекрасно Рассказывай Новости плохие Они арестовали медбрата с сыном Я так и знала Это неудивительно Этот медбрат ничего не знает, чтобы рассказывать Не беспокойся Они ничего от него не добьются Начать поиски дома С той стороны острова есть свободный дом на горе Нет, не торопись Я какое-то время не хочу привлекать чужого внимания Не нужно Я устала Пойду спать Не спускай с них глаз Эти деньги единственное, что у нас пока есть Не беспокойся, госпожа Хелина Я поживу в старушке внизу Хорошо Спокойной ночи Спокойной ночи Зафер Да Зафер У меня очень сильно болит живот Нормин У меня очень сильно болит живот Зафер У тебя болит? Нормин, какие боли? Подожди Подожди Тише, тише Все хорошо Что нужно делать? Зафер, мне плохо Дыши У тебя отошли воды или что случилось? Зафер, я только на втором месяце Подожди Мама Фатма Мама Фатма Что нужно делать? Что делают в таких случаях? Как нам быть? Зафер Зафер, что случилось? Мама Фатма Нормин, что с тобой, дочка? У нее начались боли Сестра Скорее, скорее, скорее Что? Скорее бери ее Бери на руки Хорошо Идем в больницу Хорошо, я понял Как ты? С ребенком что-то случилось? Что-то случилось с ребенком? Скорее, скорее Возьми на руки быстрее Сейчас, сейчас Что случилось? Держись крепче Сибель Оставайся здесь К нам могут позвонить Вызови Тахира, чтобы не быть одной Звоните мне Есть новости? У Нормин Начались боли Ее увезли в больницу Ей было очень плохо Я очень боюсь Что что-то случится Тише, тише Успокойся Все хорошо Садись Присядь Она еще в кабинете На осмотре Нет, новостей нет Хорошо, хорошо Я вам позвоню Если что-то изменится Ладно Нет, ты оставайся дома Пригляди за Сибель Ей очень страшно Хорошо Да, там могут позвонить Насчет Мехмета Ладно, Тахир Хорошо, спасибо Ильяс Беременность Нормин Эти проблемы Могли возникнуть Из-за наркотиков Что она Принимала в прошлом Не могли Исключено Ты не видишь Она уже долгое время Не принимает их Да, ты прав Но Я не знаю Ей давали много лекарств Когда она проходила лечение Что я буду делать Если потеряю ребенка Ильяс Ей, ты меня прости, пожалуйста Что я говорю Прости, братишка Извини Не бери в голову Мы все спятили Вот ты сказал Спятили Я вспомнил Ты же знаешь Жениха Айпек Чокнутого фарата Так вот Он пришел к нам домой С чемоданом Полным денег И оставил его На случай Если потребуют Выкуп за мимо Только что звонил отец Короче, будь в курсе Деньги есть Нет Еще чего Ладно Но их и вернуть ему нельзя Он закатывает истерику Если он что-то дал То все Придется взять Иного выхода нет Если попытаешься вернуть То он убьет Еще тот псих Подарил нам Купчую на дом Как подарок для ребенка Мы не смогли возразить Вот это да Неизвестно Какие проблемы Нас еще ждут впереди Нет Я никогда не заведу детей Запомни это Может быть Эта информация Тебе понадобится Почему ты так говоришь Ты не видишь С нами каждый день Случаются Новые несчастья В таком мире Нельзя рожать детей Сибирь, ты не бойся Я обо всем позабочусь Я и о них позабочусь И о тебе позабочусь Только не бойся Жизнь не стоит на месте Человек, конечно Не замечает многих вещей Порой и не осознает Самых важных вещей А ведь главное в жизни Это Чтобы когда ты утром проснулся Рядом с тобой был человек Которому ты мог бы сказать Хорошо, что ты есть Вот что важно Вот что самое главное Ты выйдешь за меня Ты выйдешь за меня Выйду Ребята, с ней все хорошо Они целы и невредимы Ребенку уже девять недель, Зафер Уже началось сердцебиение А что это были за схватки? Была вероятность Выкидыша, сынок Но не переживай С малышом все в порядке И Нермин в порядке Теперь пару недель Нужно быть очень осторожными И постоянно ходить на осмотр Только Ильяс Нас не хотят выписывать Вы поезжайте, а я побуду с ней То есть ребенок здоров Ноги, руки на месте Мозг работает Правильно? Да, Зафер Ребенок вундеркинд Он уже задачки решает Но откуда мне знать, сынок? Ребенок еще с горошину Ты что, с ума сошел? Ну, насмешил Просто Ну, пусть сделает аборт Пока не поздно Что ты такое говоришь? Ты с ума сошел? А если ребенок родится с отклонениями? Может, с ним что-то не так Может, завтра случится выкидыш Опасность миновала Ну, а что если снова появится? Тут что-то не так Пусть делает аборт Что ты мелишь, Зафер? Это должен решать врач Ты отец, Зафер Как ты можешь так говорить? А как я буду с этим жить? Я не смогу жить с этим 7 месяцев Я умру Если ты не заткнешься Я тебя сам прибью Зафер Нармин Убирайся отсюда Убирайся отсюда, Зафер И больше не приходи Больше не показывайся мне на глаза Ну, Нармин, слушай Ты меня неправильно поняла А что тут неправильно понимать, Зафер? Что тут неправильно понимать? Я слышала, что ты сказала Уходи отсюда, Зафер И больше не показывайся Нармин, послушай Все, уходи, уходи Ильяс Уведи его Он, Нармин, сейчас на самом деле Случится выкидыш Пошли Ты не слышал? Идем Музыка Что, что? Тише, тише, отец Это я Что ты крадешься, как вор? Что ты кричишь, отец? Мне и так тошно Что здесь происходит? У меня сердце ушло в пятки Что случилось, сынок? Почему ты пришел? Я совершил глупость И Нормин прогнала меня А что ты сделал, братик? Я тебе сто раз говорила Что она не будет тебе нормальной женой О, господи, Сехер Не спеши, угомонись Сначала давай узнаем, в чем дело Сын, что ты сделал, что жена тебя прогнала? Дело в том, что у Нормин были боли Сейчас я приехал из больницы Была опасность выкидыша Да ты что? Как она сейчас? В норме Но мне плохо Потому что я испугался Я говорил Ильясу Упаси Аллах, но если ребенок родится каким-нибудь инвалидом Может лучше сразу сделать аборт Но я на самом деле испугался Я сказал, что не переживу этого А Нормин это услышала И выгнала меня Как тебе не стыдно? Да нет, сын прав Девушка наркозависимая А если он родится инвалидом Ты будешь его выхаживать? Она удаёт Пусть делает аборт А что и поделать Сынок Куда ты пошёл? Тахир Как Нормин? Нормально, нормально С Нормин всё хорошо Ребёнок в норме И Нормин тоже Завтра их выпишут Хорошо Брат, ты неважно выглядишь Есть новости Насчёт Мимо Случилось что-то плохое? Нет, никаких продвижений нет Нормин с Зафером поругались в клинике Они сцепились И Нормин прогнала Зафера Почему? А почему же ещё? Из-за глупости Зафера Он невероятно разволновался Из-за ребёнка И Нормин услышала Когда тот сказал Может Нормин Не стоило беременеть Разразился скандал? Конечно Этот идиот даже не осознаёт Что из него получится Прекрасный отец Они помирятся Ничего страшного Они обожают друг друга Посреди этого хаоса Я был так рад узнать Что ребёнок Нормин Целый невредим А если бы мы его потеряли? Не переживай Всё будет ещё лучше Мимо вернётся У меня будет столько племянников Мы будем большой Многочисленной семьёй Вот те раз Что это у вас За проявление Вселенской любви На ночь глядя? Я не понял Ильяс Да Я сделал Твоей сестре предложение Какой сестре? Ладно Вы завтра Ещё раз Мне об этом расскажете А сейчас Я похоже Очень устал Я пойду спать И что это было? Я ничего не понимаю Кажется Он не обрадовался Мне тоже так показалось Что нам делать? Что нам делать? Хватит уже Заставь его замолчать Что нашёл она? У него высокая температура Я боюсь Что начнутся судороги Я не знаю, что делать Без понятия Оботри уксусом с водой Ты так делала мне в детстве Обтёрла, обтёрла Уже всё перепробовала Сделай что-нибудь Главное Заставь его умолкнуть Ложись, мой малыш Вот так Сейчас всё пройдёт Сейчас, тише Сейчас мы пойдём Пойдём Пойдём, мой маленький Ты только не плачь Сейчас пойдём Пошли 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 Всевышний Не лишай меня рассудка Помоги мне найти моего ребёнка Пожалуйста Я не могу дышать без него Брат Что случилось? Что ты тут делаешь? Зафер Что стряслось? Почему у тебя такое лицо? Что случилось с Мимо? Нет, нет, нет Мимо тут ни при чём Со мной кое-что случилось Что случилось? Брат Что стряслось? Давай идём Присядешь Садись Расскажи Не бойся Что произошло Где ты, сынок? Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Брат, всё хорошо Успокойся Всё хорошо Господин Ахмед звонит Мой бывший начальник Надеюсь, новости хорошие Здравствуйте, господин Ахмед Надеюсь, вы сообщите на благие вести Да, Фелис Новости хорошие Девушки, которых мы разыскиваем Вчера под вечер были пойманы При ограблении магазина в Стамбуле Их приметы в точности совпадают С теми, что на видео А полицейский участок Бурсы В курсе этого? Пока нет Как всегда бюрократия Сведения нам достали из-под полы Я могу что-нибудь сделать Чтобы ускорить это дело? Я в пути, еду в полицейский участок Мы сами всё ускорим Большое спасибо, господин Ахмед Я очень признательна вам Ещё созвонимся Они найдут мимо Вот увидишь Хорошо, тогда поехали в участок Я возьму сумку и приду Ильяс Приехал брат Рассказал мне о случившемся Как Нармин, ребёнок Они в порядке? В порядке, Асия И малыш в норме И Нармин тоже Мы вышли из больницы Едем домой Мне нужно положить трубку Кто-то отзвонит мне Алло Слушаю, Фелис Эльяс, девушек поймали Что? Девушки нашлись? Да У адвокатов из нашего бюро в Стамбуле Есть отличные связи с местной полицией Их сразу предупредили Только тех поймали при ограблении Они сравнили наше изображение с их изображениями И сразу же задержали Хорошо, мы в участке Ждём с зятем Всё, до встречи Оба в порядке И с Нармин, и с её ребёнком всё хорошо Нет повода для беспокойства А теперь поезжай И поддержи жену Они в трудном положении В такие тяжёлые минуты Ты должен быть с ней рядом Ясно? Осье, как я поеду? Я же говорю тебе Она прогнала меня Ты её не знаешь Она меня не простит Я схожу Выпью лекарство и вернусь Заодно умоюсь Сынок Зафер На твою жену действуют гормоны Беременная женщина превращается в дикую тигрицу Когда её ребёнку угрожает опасность Поезжай к жене И попроси у неё прощения Скажи, что сглупил Что говорил необдуманно Скажи, что испугался Поскорее уладь этот конфликт Прекратите навязывать Осье свои проблемы Она и так в отчаянии Упала духом Что вы будете делать Если с ней что-то случится? Я с вас спрошу Как быстро вы забыли Что Осье ещё вчера Грозила смерть Конечно Конечно Мне лучше уйти Я проведаю Я проведаю Нермин Сейчас же Нет слов Осье убита горем Лишилась сына А они переживают Из-за пока не родившегося ребёнка И ещё Из-за неизвестно чего Мама Мама В чём дело? Госпожа Хелин Мама здесь? Что твоей матери делать В этой комнате? Как странно Ребёнок пропал Где они? Слушай Утром она говорила Что у ребёнка температура Она случайно не пошла с ним к врачу? Она могла так поступить Если так То нам всем конец Беда какая Беда Проклятие Действительно уходило Идём Где ты была? Это вы ответьте мне Кто этот ребёнок? Чей этот ребёнок? Няня Что ты делала? Откуда ты идёшь? У ребёнка был жар Что оставалось делать? Бросить его умирать? Я взяла его И отнесла в медпункт А теперь говорите Кто этот ребёнок? Чей он? Няня Ты нас неправильно поняла Мы испугались утром Когда они застали тебя Я подумала Что его забрал отец Предупредила бы Оставила записку Разбудила бы меня Прекратите нести чушь Ты записывала его? Ты не взяла удостоверение ребёнка? Как его согласились осмотреть? Как звали врача? Смотрел какой-то бюлент А фамилию я назвала Джан Сизайоглу Ясно? Что делать? Я не знаю имени отца Я сейчас уложу его Ясно? Когда вернусь Вы всё должны мне рассказать Я хочу знать В какие неприятности Вы меня втянули Ясно? Нам с ней туго придётся Туго придётся Слушай, Акиф Мы должны убираться отсюда Срочно найди рыбацкое судно Моторную лодку Яхту Достань любой водный транспорт Сбежим на один из греческих островов Немедли Иди Ты должен поторопиться Я поговорю с Изимой И успокою её Проклятье Фотографию твоего ребёнка Напечатали во всех газетах Крупным планом Теперь мы пропали Слушай Немедленно убирайся И иди с ребёнком В старушку Акифа И жди нас там, ясно? Мы уедем отсюда И ни о чём не спрашивай Делай, как я сказала Слушай Если не хочешь снова потерять сына Делай, как я говорю Поняла меня? Мы все в большой опасности Хорошо Я поняла Поняла Тот доктор скоро увидит газеты Когда на остров привозят газеты С врачом мы разберёмся Не волнуйся Иди С такой оперативностью Я впервые сталкиваюсь За столько лет Стамбульская полиция Чуть ли не вмиг сообщила нам новости Когда девушек арестовали В полицейский участок Попало видеокамерное блюдо Об ограблении магазина Мой знакомый заметил, что Девушки те же самые Их доставят сюда на пароме Для допроса Когда вы нам позвонили Мы тут же перешли к действиям Они провернули тот же номер Пока другие грабили Они отвлекали ювелира Когда дело коснулось похищения ребёнка Естественно, все отнеслись С большей щепетильностью И ускорили процедуру Ещё в этом посодействовали Ваши адвокаты Профессионалы Безусловно Думаете, их разговарят? Они никуда не денутся Вы видели газеты? Нет Новость просочилась в прессу Она напечатана во всех газетах Это плохо Они станут ещё осторожнее, когда увидят эту новость И залягут на дно Заполните, а я предупрежу доктора Хорошо Прошу Господин доктор ждёт вас Хорошо Проходите Я возьму их, Акиф Господин доктор не хотел бы, чтобы кто-то читал их раньше, чем он Конечно Как дела? Тебя давненько не видно Работаю Привожу на остров туристов Это одна из наших клиенток Плохо себя почувствовала И я тут же привёз её Надеюсь, что с ней всё нормально Я пришла утром У дверей твоя мама С ребёнком на руках У него была температура под 40 Я с мамой говорил Это вроде внук соседки Женщина, помешанная на сериалах Попросила сходить к вам маму Я говорю, позвонила бы мне А она говорит, откуда я знаю, что ты в гавани Твоей маме ей не пришло в голову позвонить Ты очень занят лодками Скажи, что же Я же тебе говорю, что это клиентка Смотри Об этом трезвонят все газеты Теперь эта ведьма Хелин Никуда не сможет уехать Конечно Если она уже давно не сбежала за границу У меня иссякла надежда, тётя Кто заботится о моём сыне? Кто с ним? Что он делает? Я ничего не знаю Дорогая Он скоро найдётся Ты встретишься с сыном Не подай духом, пожалуйста Алло, Омер Нашлись девушки Ильяса Их поймали в Стамбуле Сейчас везут на допрос в Бурсу Вечером они будут здесь Осия девушек нашли Это потрясающие новости Салиха, может это ничего не даст Пока не стоит обнадёживать Осия Хорошо, ладно, мы приедем Я тебе позвоню Девушек нашли в Стамбуле Их везут сюда Я слышала, слышала, бежим Но ты видишь, да? Ильяс сам не звонит И не рассказывает мне Я узнаю об этом Атомера Нужно непременно встать в позу У нас пропал ребёнок Сейчас время вставать в позу Ну, конечно Я же была не права Не так ли, Салиха? Поэтому я должна понести наказание, верно? Всё, поехали скорее Осия, стой Девушки приедут в участок вечером Что мы будем делать в участке с утра пораньше? Салиха, я больше не могу сидеть просто так Пошли Дочка, погоди Она разорвёт Ильяса Злится на него, как безумная Погоди, до вечера ещё много времени Иди сюда, посиди немного Ну, что вам делать в участке так рано? Вы обидите друг друга, поссоритесь У вас обоих нервы на пределе Держитесь друг от друга подальше Возьми вязание Сиди спокойно На, вяжи, отвлекайся Твой пульс подскакивает, когда ты нервничаешь А потом сразу больничная койка Не огорчайся, милая Девочка моя Нет, будто всё это Не из-за него случилось с нами Словно не он натравил на нас Хелин И так в тот день в парке Впрочем Ладно Похоже, что всё нормально Вы абсолютно здоровы Такое иногда бывает от перемены климата Или от стресса Я выпишу вам лёгкие лекарства У меня пару дней Неважное настроение Наверное, поэтому Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше У вас проблемы с ногами? Вы попадали в аварию? Я это скрываю, но вы же врач Сразу всё поняли, конечно Хотите позавтракать с нами? У нас отличная группа И яхта совсем недалеко Если придёт пациент Сразу вернётесь Почему бы нет? Акиф, господин Бюлен Пойдёт вместе с нами Мы вместе позавтракаем Тут недалеко Вернёмся быстро Если придут пациенты Звоните, госпожа Ниша Конечно, господин доктор Благодарю Господин доктор просил газеты Он прочтёт их на яхте До встречи Пока Мирмин Умоляю тебя, прости меня Я Я испугался Испугался, что с тобой что-нибудь случится Да, я Я идиот Я так сильно люблю нашего ребёнка Что от страха Я просто не понимал, что делаю Я лишился рассудка Я не знал, что мне делать И как себя вести Мирмин Прошу тебя, не обижайся Ты лжёшь мне Тебе нужны гарантии, Зафар Нужны гарантии Если тебе нужны гарантии Нечего было связываться со мной Что? Этот ребёнок заказной товар? Представим, что он родится здоровым А через три месяца случится беда Он заболеет Или ослепнет, например Что ты будешь делать? Отправишь его обратно? У тебя нет смелости Нет смелости, чтобы стать отцом Я это поняла Уходи, Зафар Уходи Если вдруг этот ребёнок родится здоровым Ну, это маловероятно Но вдруг он родится здоровым Мы сообщим тебе об этом Приедешь и понянчишь своего ребёнка Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось, сынок? Дочка Не гони парня при первой же ошибке Жалко же Он испугался Ах, Нермина Что он от тебя вытерпел? Как быстро ты забыл об этом Прекрати, мама Какой прок от мужчины Который предлагает избавиться От собственного ребёнка? Перестань Итак, доктор Я не любитель насилия Но у нас не было другого выхода Теперь Подожди здесь немного Потом я позвоню твоей медсестре Она придёт И спасёт тебя Хорошо? Османчик Я хотела выйти на улицу Собираюсь встретиться с подругами Хотела попросить Прислать телохранителя Сию минуту, любимая Конечно, конечно Я как раз освободился Без проблем Я отправлю его к тебе Он будет у тебя через пять минут Всё, всё До встречи Пока Хорошо, милый Спасибо Ну, Айча Ну, Айча Будто у тебя в этом городе Есть подруга Да что там подруга С тобой в этом городе Даже никто не здоровается Я знаю, что ты задумала Ладно Посмотрим, что ты теперь будешь делать Госпожа Айча Посмотрим Девушки попадают в обморок Они лопнут от зависти Пройду мимо С моим телохранителем Здравствуй Есть новости Новости у вас Госпожа Суна Новость о похищении Появилась во всех газетах На первых страницах Откуда они могли узнать Такие подробности Откуда мне знать Почему вы меня спрашиваете Вы думаете, что это я Рассказала журналистам Нет Какая мне может быть С этого выгода Господин Жемшет Не знаю Может сигнал Может сообщение Я так стараюсь Перестаньте Вы тоже меня подозреваете Ладно Прошу прощения Мы все за последние дни Потеряли голову Присаживайтесь, прошу вас Я правда прошу прощения Девушек из парка поймали В Стамбуле Их везут сюда Правда? Это ведь хорошие новости Надеюсь Конечно, если они что-то знают Мы на медбрата надеялись Простите, пожалуйста У меня не выдержали нервы Госпожа Айча Это я, слушаю вас Меня зовут Зихра Я телохранитель А где Хамдие? У него заболел папа Вместо него фирма прислала меня Как это? Ты будешь защищать меня? Я отключала четырех типов Двумя ударами Не переживайте Только наденьте что-нибудь поскромнее Чтобы мне не нужно было Зазрябить людей Хорошо? Наденьте это вечером Когда приедет ваш мужчина Переодевайтесь и приходите Я жду вас Ну же Боже мой Раз, госпожа Хелин Не нужен выкуп Нужно отвезти деньги И вернуть их владельцу Мне это надоело Я потерял покой и сон Скоро придет их владелец И ты сам их отдашь Господин Фарад не примет эти деньги Что значит не примет? Что мы будем с ними делать? Я не знаю И Пек положит их на свой счет Что поделаешь? Вы пускаете на ветер Огромную кучу денег чужого человека Это неслыханно Спешу тебе напомнить Что чужой человек Как ты его называешь Приходится мне мужем Зла не хватает Просто зла не хватает Послушайте Я и так на взводе Не сводите меня с ума И уберите эти деньги С глаз долой Скорее Скорее Давайте Смотри, женушка Я нашел ребенка Держи Ты с ума сошел? Отдай мне ребенка Верни моего ребенка На Что нам делать? Ты спятил? Я дам тебе деньги А ты мне ребенка Мне это надоело Все запуталось Ребенка все нет Скажи, сколько тебе нужно И отдай ребенка Любимый Ты не принимал лекарства? Ты же обещал мне Прошу прощения Извините нас Он не в себе Понимаете, не в себе Мы потеряли внука Бедняжка Пошли домой, любимый Идем Ипек 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 Возьми их с собой Отдай ему Необходимость в деньгах За выкуп отпала Уже не надо Вот и отлично Пошли домой Раз в деньгах отпала Необходимость тогда Возьмите вы Выучите ребенка в Америке Не бойтесь Если понадобится больше Я дам вам еще Не волнуйтесь Держите Держи Не плачь Не плачь, малыш Прошу вас Простите Перестань Все хорошо Извините нас Не понимаю Ушел завтракать с ними на яхту Не отвечает Не слышит? Ну ладно Вы посидите Я схожу и посмотрю Да что за беспечность Кажется, новый доктор Очень ленивый Мне нужен рецепт Вызови Пусть приходит Господин Бюлент Ушел с этой женщиной Ну конечно Это та женщина С ними был Акиф Они похитили ребенка Госпожа медсестра Они утром приходили А это тот ребенок Его принесла мама Акифа Здесь должна быть его карточка Джан Сизайаглу, кажется Фамилия этой женщины тоже Сизайаглу Как это? Они случайно не похитили доктора? Алло Комендант Это Ислам Похитители ребенка Те, что в газете Они на острове Возможно, они похитили врача Девушки нашлись? Девушки нашлись? Их везут, мы ждем Отлично Я сейчас заставлю их говорить Не спеши, Зафар Не спеши Мы должны быть с ними осторожными Хорошо, конечно Как там у тебя, Снармин? Она все еще злится Прогнала меня Но она верно говорит Она права Права Конечно, права Права, как никогда в жизни Девушек привезли? Везут, мы ждем Ильяс Мы с Сибель Кахир, помолчи, пожалуйста Я и так очень нервничаю Вы мне скажете, где мой сын? Вы скажете, где мой сын? Вы слышите меня? Вы мне скажете? Это те девушки Которых завели в здание Осия Что ты мне обещала? Не заставляй меня жалеть Что я привезла тебя Идем, присядем Ильяс Как думаешь? Они признаются? Им придется признаться А что такого, няня? Будешь жить, не зная забот Вместе со своим сыном? Не хочу Мы найдем тебя Похожий на этот дом Не надо Я никуда не уйду Из своего дома Ясно? Ты втравила Моего сына в неприятности Ты погубила нас Помогла на грамм А потребовала тонны Спасибо тебе Что будут делать эти люди? Как жить? А если с ребенком что-то случится? Соглашайся сдаться Давай отдадим ребенка Ты меня поражаешь, Азиме Ты знаешь, что со мной сделали Его отец и мать? Из-за любви к этому человеку Я чуть не оказалась на том свете Теперь пусть она пострадает Послушай Отныне для твоего сына Нет пути назад Понимаешь? Теперь Мы все в одной лодке Нет Я не сяду в эту лодку Поняла меня? Вы меня насильно не посадите Делайте, что хотите Но я не ввяжусь Сомнительное дело Поняла? Судно приплывет И ты как миленькая Сядешь в него Как миленькая Все готово Я нашел моторную лодку Когда стемнеет Нас заберут на лодке с пристани Мама Я смотрю, ты на нас в обиде Не бойся, мы все исправим Все будет хорошо Азиме немного огорчило меня Поговори с ней Я и так на взводе И готова сорваться Мама, а что в этом плохого? Будем жить с такими деньгами За границей, как короли Я много лет скрываюсь от полиции Так и не пристал ни к какому берегу Если ты о себе не думаешь Обо мне подумай А ты о себе подумал? Лучше бы она не похищала тебя И ты бы сидел в тюрьме Может быть, тогда бы поумнел Послушай У госпожи Хелин За границей Есть большие деньги Мы будем жить, как короли Мы поедем на другой край света Ты что, не доверяешь своему сыну? Ты двух километров Не сможешь проделать Полиция поймает тебя Они всех подняли на уши Каждый получает по заслугам Делайте, что хотите Но не трогайте меня Не вмешивайте в это дело У меня и так достаточно проблем из-за тебя Я достаточно натерпелась Хватит уже Хватит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо 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 Ассия Выпей воды Ассия Попей воды Ассия Облокотись Тише, тише В чем дело? Что там? Кто ты? Что с тобой случилось? Скорее Срочно звони жандармам Быстро У меня в кармане телефон Сколько раз говорить вам? Мы просто гуляли Увидели чемпиона Обрадовались Подошли Немного поговорили с ним Задали пару вопросов Ну что тут такого? Во всех судах В гавани и в окрестностях Был произведен обыск Но подозреваемые Не были обнаружены И дома никаких следов Дом был покинут в спешке В доме найдены Детские памперсы Питание Детская одежда Но людей не было Мы продолжаем поиски на суше Береговая охрана на воде Мимо нас не пролетит даже птица Как можно было С незнакомыми людьми Закрой ротниша Мы с Ильясом Мавджи Просто разговаривали Ребенок спал Я даже не заметила Я очень разволновалась Когда увидела перед собой Ильясом Мавджи Я хотела взять автограф Когда подошла женщина И закатила скандал Мы ушли Не желая вмешиваться В семейные дела Он маленький ребенок Ребенок Сволочь Если с ним что-то случится Клянусь Я порву тебя на куски Слышишь? Не смотри что я в униформе Я найду тебя Прекрати зафера Все Я найду вас Пустите меня Пустите Пустите меня Все Зафер успокойся Как дела? Не признаются Видишь ли Они разговаривали с Ильясом Они его поклонницы Потому что он чемпион И побить их нельзя Так и подмывает Уволится И выбить им все зубы Вот тогда посмотрим Что они скажут Позволь я тоже поговорю с ними Я знаю Как смогу убедить их Я спрошу у комиссара Ладно Ладно Ступай и спроси Сделаем все что нужно У нас уже нет вариантов Они были последней надеждой Что-то не так Смотри Береговая охрана Постоянно патрулирует Можно забыть про лодку Которую я нанял Из-за них мы не сядем Ни в какую лодку Мы должны спрятаться Наверное Они нашли врача Ты сгубила нас Няня Мы не сможем спрятаться С ребенком Он будет плакать Оставим ребенка С твоей матерью А самим поднимемся в лес Утром посмотрим Няня Мы придумаем другой план Придем и заберем вас Ты иди с ребенком В старушку Акифа Ясно? И не позволяй ему плакать Пусть он не плачет Пошли Акиф Послушай И чтобы без глупостей Я прикончу и тебя И твоего сына Если меня поймают У меня есть куча людей Которые прикончат его Как собаку Запомни это Мы не можем найти Они не могут напасть на след Я больше никогда не увижу сына Асия, милая, перестань Прошу тебя Салиха, хватит Оставь меня Хватит Я хочу умереть Чтобы избавиться от этих страданий Я не могу так больше Асия Асия Я больше не могу так Асия, успокойся Это невыносимо Асия, вставай Вставай, вставай Асия Асия, успокойся Выслушай меня Ты причиняешь себе вред Мне тоже плохо Но я держу тебя в руках Пожалуйста Ты тоже крепись Слышишь Держись Прошу тебя Ильяс Как ты можешь быть таким спокойным Хорошо Злись на меня Матерись Обвиняй Но не забудь Что я страдаю Не меньше чем ты Асия Скорее Фелис Скорее Поторопись Фелис Послушайте Я пытаюсь помочь вам Единственное Что я прошу вас делать Это сказать Кто нанял вас Вы еще очень молоды И у вас нет судимости Если вы поможете Поймать похитителей Я поговорю с прокурором И помогу вам Избежать уголовной ответственности Я даю вам слово Единственное Что я прошу вас делать Это опознать людей По фотографиям Из досье Если вы не согласитесь Помочь нам Вы будете сидеть В тюрьме Пока ваше дело Будет рассматриваться В суде Месяцы Или даже годы Плюс преступления Которые вы совершили В Стамбуле Но если вы посодействуете Следствию Я скажу Что вы пришли с повинной И вы сможете уйти Избежав наказания Что скажете Вашим делом Займется Самое лучшее Адвокатское бюро В Стамбуле Это они Помогли найти вас А почему Потому что Они очень сильные адвокаты Я тоже там работаю Мы спасем вас Имя человека Который нанял нас Акиф Как его фамилия Я не знаю Он не сказал Он связался с нами По телефону Мы видели его Только пару часов Нам нужно было Только отвлечь Ильяса Мы не знали Что похитят ребенка Он заплатил нам деньги И все К тому же Нас это не касается Мы не похищали Хорошо Вы можете описать его Среднего Роста Смоглой У него нет Особых примет Обычный молодой человек Хорошо Мы вам покажем Некоторые фотографии Может вы сможете Опознать кого-то Давайте пройдем В кабинет обработки данных Как же долго Это тянется Они должны Осмотреть Тысячи фотографий Рецидивистов А еще должны Соизворить Признаться Но они притворяются Я знаю Жаль Жаль что я связан По рукам И ногам Суна Зайди в кабинет Девушки показывают На одного человека Ты же знаешь Окружение Хелин Да конечно Давний рецидивист Конечно он представлялся Девушкам иначе А еще Один из них пытался Похитить меня Который приходил Ко мне в офис И угрожал мне Что? Идем Стой стой Я тоже взгляну на него Погоди прошу тебя Девушки только начали говорить Они все еще колеблются Их нельзя спугнуть Сиди здесь Ильяс Кажется девушки заговорили Они кого-то опознали Всевышний Помоги нам Наконец Да, Зафер Есть новости? Отец Кажется есть Приезжай в участок Хорошо Ладно Я уже еду Сехер Сехер Я поехал Он сбежал пять лет назад Когда его везли в суд Он в бегах Был осужден За вооруженное нападение Это он, он Это сами Сын няни Хелин Азиме Но он представился Как Акиф Хорошо Где сейчас эта нянька? Она поселилась На острове Она уже давно Не объявлялась Хелин Купила ей дом Она очень любит Свою няню Ее сын преступник Точно Но я не помню Название острова Она никогда При мне не говорила Об этом Или говорила Но я не помню Я не знаю Не помню Не помню И чтобы без глупостей Я прикончу И тебя И твоего сына Если меня поймают У меня есть куча людей Которые прикончат его Как собаку Во-первых Оповестите острова И местные жандармерии Так точно, комендант Цуна Ты должна вспомнить Что это за остров Ты должна вспомнить Если понадобится Мы осмотрим каждый островок Может у тебя возникнет Какая-нибудь ассоциация Хорошо, посмотрим Посмотрим в интернете Комиссар Прошу Субтитры подогнал «Симон» Готово Я достал рыбацкую лодку Через полчаса Он подгонит ее к бухте И отвезет нас в город Как только мы сделаем ноги Там у нас будет больше возможностей На суше прятаться гораздо проще Чем на острове Я пойду и заберу маму с ребенком А ты придешь той тропинкой Бежим! Вы окружены! Немедленно выходите с поднятыми руками Комендант Они были здесь, но сбежали Обыщите всю округу Загляните под каждый куст Поднимите каждый камень Они могли оставить или спрятать ребенка Бежим туда! Скорее! Да Все ясно Их местоположение установлено Жандармы ведут поиски с самой ночи Они ударили одного врача Ребенка принесла в медпункт женщина Попросила его осмотреть А потом... Зачем его носили в медпункт? Что с ним? Мимо заболел, Ильяс Асия, не паникуй Ильяс, Мимо Асия, тише, успокойся Видишь, наш сын нашелся Все хорошо Не волнуйся, Асия Не паникуй, слышишь? Наш сын нашелся, Асия Зафер, сделайте что-нибудь Асия Вы окружены Бежать вам некуда Сдавайтесь Сдавайтесь Это последнее предупреждение Чтоб тебя Мы в ловушке Выходи Выходи Вперед, вперед Вперед Быстрее Их нашли Они нашли Хелин и Акифа Комиссар, как мой сын? Он в порядке? О пожилой женщине и ребенке Пока ничего не известно Но их найдут Не волнуйтесь Как это нет? Зафер, сынок Подгони машину Отвезем Асия Мимо не найдется Дочка, дочка Отвезем ее домой Я больше не увижу сына Не говори так Все хорошо Все хорошо, дочка Тише, тише, не волнуйся Мой сыночек Мой сынок Идем, милая Идем, идем Асия немного осталась Он не найдется Она увезла моего сына Я ни о чем не знаю Я ни о чем не знаю Позвонила эта женщина Попросила помощи Я пришел к ней Приехали жандармы Никакого ребенка я не видел Он меня похитил Я буду жаловаться Он говорил о выкупе О каких-то деньгах Это он похитил ребенка Я ни в чем не виновата Вы нас достали за эти сутки Вся страна стоит на ушах Я не могу с ними справиться Целая армия Разыскивает на суше На море и в воздухе Куда она могла подеваться На маленьком острове Говорите, где ребенок Он меня похитил Я буду жаловаться Не видел я никакого ребенка Сыночек А если она убила моего сына И где-нибудь выбросила Дочка Она так не поступит Не сможет так поступить Я в людях разбираюсь Эта женщина не убийца Поверь мне Знаешь, сколько я видел таких На своем веку Тогда где мой сын, папа? Почему мы все еще Не можем найти Мимо? Ладно, представим Что она отпустила ребенка Но что он будет делать Совсем один в той гуше? Он умрет от холода и голода Закрой рот Ты хочешь убить сестру? С ребенком няня Которая разбирается в детях Она заботится о нем Понятно? Папа Прошу вас Найдите Мимо Папа, прошу тебя Я так больше не могу Папа Умоляю Найдите моего ребенка Не плачь, деточка Все образуется Мы все распутали Все Но мы Никак не могли рассчитать Как работает мозг Этой сумасшедшей Не исключено, что поняв Что ее поймали Она убила ребенка И бросила его где-нибудь Найдем через пару дней Это все из-за меня Все из-за меня Лучше бы я рассказала О происшествии с Фелис Ребенок погиб Честное слово Он погиб Замолчите Замолчите Я вот-вот сойду с ума Лишусь рассудка Хватит нести чушь Довольно, Фелис Ступай переодеваться Или что там еще нужно Поскорее поедем в полицейский участок Того типа с Хелин уже привезли Скорее, Фелис Кто это с утра пораньше С незнакомым номером? Ответь Ответь же Слушаю Алло Няня Зиме Да Где ты? Ясно Хорошо, я приеду туда Ладно Что случилось? Что она говорит? Говорит, я увезла ребенка с острова Приезжай, я отдам тебе его Говорит, приходи в кафе Что напротив парома Если я увижу полицейских Я не отдам ребенка Я не приду туда Она отдаст мне ребенка А потом сразу исчезнет Нет, нет, ни в коем случае Не смей, не смей, ни в коем случае Мы не можем рисковать Никто никому не позвонит Никто никому не позвонит Пока мы не заберем Мимо Целым и невредимым Ни в коем случае Мне нет дела до женщины Пусть уезжает, делает что хочет Сбегает, катится к черту Нам пора, едем Никто никому не станет звонить Фелис, скорее Поехали Она говорит, что отдаст Мимо Няня Зиме Все позади, маленький Все хорошо Тише, тише Мы сейчас поедем к маме Милый, все позади Все хорошо Не плачь Все позади Тише, тише Мимо, малыш Малыш, Мимо Радость моя Как хорошо Какое счастье С ним все хорошо Он цел и невредим Сынок Как я рада Мехметик Не с места Не с места, полиция Отдайте мне ребенка И без глупостей Прошу вас Фелис, что происходит? В чем дело? Не оказывайте сопротивления Отдайте ребенка Да, Зафер Что? Что? Хорошо, ясно Ясно Осие Осие Вехмет нашелся Что? Да ты что? Они нашли Мимо? Всевышний, спасибо тебе Ильяс Выпей кофе Сбодрись немного Прошу тебя Найдите няню Женщина убегает Найдите ее И поймете Что произошло Ильяс Получай сына Мехмет Малыш Они похитили его Мы поймали их С паричным Сынок Сынок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok